В предстоящем учебном году белорусских школьников оденут в новую форму, за которой в народе уже прочно утвердилось определение нано. На прилавках детских магазинов в Минске пиджаки с термометрами и карманами из материала для защиты от электромагнитного излучения сотовых телефонов достаточно популярны. С подробностями наш Субкор в регионе Дмитрий Двойнев. Полтора года белорусское швейное предприятие убеждало немецких производителей термометров заключить договор о сотрудничестве. Такие термометры, как в этих школьных костюмах, используются в изготовлении специальной одежды для альпинистов. Родителям в Беларуси они помогают определять температуру чада. Уникальный термометр, как датчик комфорта, является помощником родителей. По его данным можно мгновенно определить, здоров ли ребенок, правильно носит костюм, ходит из школы застегнутым или нет. Первые пять тысяч нано-костюмов уже нашли своих хозяев. Один из них Ростислав Кулеш. Первого сентября он пойдет в первый класс в новом нано-костюме. Мама Ростика Марина говорит, что за мальчишками нужен глаз да глаз, а здесь вроде даже и пыль к нано-костюму не пристает. На него не садится пыль. И не видно, как на темных костюмах. Вот видны ворсинки всякие. На этом, по крайней мере, может из-за цвета, может из-за качества ткани, но не видно. Для борьбы за здоровье современного поколения в подкладке имеется карман для мобильного телефона. Он выполнен из специального материала, защищающего от электромагнитного излучения. Все-таки радиоволны, эти телефоны, очень плохо влияют на состояние здоровья детей. А когда у ребенка больное сердце, то это большая проблема для родителей. И когда есть такой карман, это очень хорошо. В Беларуси уверены, новые веяния в деле создания современной школьной формы завоюют своего потребителя. Наноформа уже даже поставляется на рынке России. В Минске цена одного школьного нано-костюма в розничной сети порядка 700 тысяч белорусских рублей. Это чуть менее 70 долларов. Дмитрий Двоенев, Александр Шурмелев, Минск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!